Что такое ретестинг? Или что такое confirmation testing? Или что такое повторное тестирование? Сегодня мы с этим разберемся. Меня зовут Игорь и вы снова на канале Qlabs. Поехали! Сегодня у нас тема посвящена следующему подвиду, связанному с изменениями, а именно ретестинг или его еще называют confirmation testing. Также его называют просто повторное тестирование. Давайте для начала вспомним, какие же виды тестирования связаны с изменениями бывают. Мы с вами уже разобрали smoke тестирование. Сегодня у нас на очереди ретестинг, поэтому давайте разберем, что же такое ретестинг или confirmation testing. Это повторное тестирование функционала, который ранее не работал и на это был создан баг-репорт. То есть используется для проверки того, что дефект, который был найден ранее, теперь исправлен. Давайте теперь разберем ретестинг более детально. Когда же выполняется ретестинг? То есть мы уже понимаем, что ретестинг должен выполняться после исправления дефекта, тестируя новую версию программного обеспечения. То есть в тот момент, когда мы тестировали наш программный продукт каким-то набором тест кейсов и мы при этом нашли какой-то дефект, мы ставим статус файл для нашего тест кейса, создаем баг-репорт и ожидаем пока программист исправит данный дефект. То есть мы ожидаем новую версию программного продукта, в которой будет наше исправление и мы повторно перепроверим, пройдемся по тем же шагам в баг-репорте и удостоверимся, что дефект действительно был исправлен. Какие задачи должен решать ретестинг? То есть мы должны убедиться, что дефект исправлен, используя те же входные данные и окружающую среду, то есть повторить те же условия, при которых дефект был найден. Стоит добавить проважный нюанс. Если дефект был найден не в рамках тест кейса, то такой сценарий должен быть добавлен в regression scope. То есть мы должны создать новый тест кейс на основании найденного дефекта и это касается обязательно критических дефектов. Такие тесты должны пополнять наш ранее сформированный тестовый набор. Следующее. Что если ретестинг прошел неуспешно? Тогда созданный баг-репорт переводится в соответствующий статус. Это может быть либо failed retest или reopen. То есть по большому счету мы должны вернуть наш неисправленный, либо не до конца исправленный дефект на разработчика на повторное его исправление. Давайте рассмотрим, что же такое ретестинг на примере. Представим, у нас есть 6 модулей. Регистрация, авторизация, личный кабинет, товары, корзина и оплата в нашей системе. У нас есть некий набор тест кейсов, которым мы проверяем наш функционал. И представим, что какие-то из тестов были зафейлены. То есть в рамках прохождения по шагам конкретного тест кейса мы нашли какие-то дефекты. Что наш функционал работает не так, как описано в наших тест кейсах. Соответственно они получают статус failed, мы создаем баг-репорт и прилинковываем к данному тест кейсу. То есть ретестинг это по факту будет при проверке тех тестов, которые нашли дефекты. И после того, как их устранят и предоставят нам новую версию на повторное тестирование, мы выполним те же шаги, по которым нашли дефект и будем стараться удостовериться, что данные дефекты были исправлены. Ну а что же делать, если дефекты были найдены не в рамках тест кейсов? Так иногда бывает. Поэтому такие тест кейсы должны быть добавлены в наш тестовый набор, в нашу тестовую регрессию, для того, чтобы в будущем проверять и этот сценарий. Это в первую очередь касается критически важных сценариев, которые по каким-то причинам не были добавлены в изначальный набор наших тестов. Но найденные дефекты по приоритету достаточно весомые для того, чтобы их добавить в общий набор тест кейсов. Итого, финализируем. Ретестинг выполняется в тех случаях, когда мы получаем новый билд с исправленными дефектами. Допустим, дефект был найден в билде номер 214, в модуле номер 2 и номер 5. Поскольку мы создали отчеты о найденных дефектах, баг-репорты, и отправили такие дефекты на доработку разработчикам, мы ожидаем новый билд. Когда только новый билд выходит, допустим, это билд номер 215, в котором будут исправлены ранее найденные дефекты в модуле номер 2 и номер 5. И если мы удостоверимся, что они были исправлены, тогда ретестинг будет выполнен успешно. Да, и мы провели повторное тестирование, перепроверили, что ранее сломанный функционал, который был описан в конкретном баг-репорте, был исправлен. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске.